Технопарку Якутия исполнилось пять лет. Итоги пятилетней работы подвели сегодня. За это время технопарк стал уникальной площадкой в республике, объединяющей образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. В общей сложности, благодаря технопарку, поддержку получили более ста стартапов. Подробнее о главных достижениях за первую пятилетку и планах на будущее в материале Саргулана Захаровой. Более ста успешных стартапов, 89 резидентов и производственную сумму почти в миллиард рублей. С такими цифрами закрывают первую пятилетку технопарк Якутия. Подводя итоги, зачинатели первого на Дальнем Востоке подобного института развития отмечают, что за такой короткий срок для инновационной сферы смогли добиться больших результатов. В принципе, пять лет для инноваций это не очень много, конечно. Это только начало, восхождение, какой-то вершине, становление. Но уже есть первые выпускники, это, я как сказал, компания Беге, которая зашла с идеей, начала произвести краску, получила патент, купила оборудование. И сегодня построила уже завод в Конголасах. Основная форма поддержки начинающих предпринимателей – предоставление в аренду помещений на территории технопарка. Не секрет, что инновационная деятельность требует больших затрат на производство, а высокие цены за аренду подходящих площадей могут сделать бизнес не только убыточным, но и полностью свести его на нет. Поэтому такая помощь на стадии стартапа особенно важна для бизнеса, отмечают резиденты. За пять лет довольно серьезно выросли. Сейчас у нас в Якутске три площадки, одна площадка в Москве. Ну и новых направлений много появилось. То есть начинали как хостеры, а сейчас мы перешли уже на разработку сайтов, на разработку софта, разработку приложений. Ну то есть очень сильно выросли. Одно из главных достижений – создание индустриального парка Конголасы. Она получила поддержку на федеральном уровне и была признана территорией опережающего развития. Если бы технопарка не было, то никакого тассера бы тоже не было. И я вот помню, мы в ноябре 2013 года с Анатольевским, в общем, поехали в Конголасы. Там ребята были, беге было, еще кто-то, это класс был, по-моему. Поговорили, обсудили, решили сделать там индустриальный парк. Но через два года это превратилось уже в один из самых таких, тоже главных проектов уже всей республики, создание тассера. Сегодня уже шесть выпускников технопарка построили заводы и в ближайшие месяцы запустят свое производство на базе ТСР Конголасы. Также большие надежды возлагают на проекты в сфере высоких технологий. Это связано с созданием в Якутске айти-парка. Он позволит республике формировать новые направления производственной деятельности, которые усилят ее конкурентоспособность на глобальном рынке. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск.